Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили рвету, склоны поезды. Мы запринят, уезжаем. За сутки в городе зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек. В 3 часа дня авария произошла на углу улиц Ахпан-Батыра и Майлы-Хожа, рядом со школой номер 10. Здесь столкнулись грузовой ЗИЛ, водовоз компании ЛТД Турмисс и легковой автомобиль марки Мерседес-Бенц 230. ЗИЛ двигался по главной дороге улиц Ахпан-Батыра, а Мерседес по второстепенной Майлы-Хожа. И, как признался водитель легковой автомашины, авария произошла по его неосмотрительности. Скорее, как я уехал, ступающий знак не заметил, скорость повышения 40 было. Не успел остановиться, не заметил машину. Какой-то там 4 метра или 5 метров. Скорость откуда, не знаю. Кажется, большая машина не остановилась здесь сразу. Тормоза не делась. Водитель ЗИЛа, в свою очередь, рассказал, что ехал на минимальной скорости и даже видел выезжавший с второстепенной дороги автомобиль, но предотвратить ДТП уже не смог. Я ехал вниз по улицам Ахпан-Батыра. Скорость была небольшой, около 30 километров в час. Я увидел, что слева, не пропустив мою автомашину, выезжает Мерседес. Я стал тормозить и подал сигнал. Но у меня груженный водой автомобиль, здесь ее несколько тонн. Машина все равно накатом выехала на перекресток, и я ударил Мерседес в правую сторону. А мама меня убирает. А в 9 часов вечера еще одну ДТП полицейские зарегистрировали на перекрестке улиц Жебек-Жалы и Аймаутова. Здесь столкнулись автомобиль Лада Гранта и, предположительно, Део Магнус. По словам водителя Гранта, обе машины ехали по Жебек-Жалы во встречных направлениях. Лада по направлению к улице Сайрамской, а Део ей навстречу. В момент проезда перекрестка горел зеленый свет. Гранта проезжала прямо, а водитель Део неожиданно свернул перед ней, налево не пропустив Ладу, и автомашины столкнулись. Но водитель Део, нарушивший правила дорожного движения, останавливаться не стал и скрылся с места происшествия. Водитель Лады Гранты заявил о ДТП полицейским, и те, взяв ориентировку автомашины, объявили план перехват. В этой аварии серьезные травмы никто не получил. Расследование ведут дознаватели административной полиции. В три часа дня спасателя отдельного отряда ДЧС вызвали на улицу Володарского. Звонившая женщина сообщила, что в запертой квартире находится ее престарелая мать, которая уже вторые сутки не отвечает на телефонные звонки. Прибывшие на место происшествия спасатели приняли решение дверь не взламывать, а проникнуть в квартиру через открытое окно. Спустившись при помощи альпинистского оборудования с соседнего верхнего этажа, специалисты отряда попали в дом и открыли дверь. Помощь подоспела вовремя. Женщина с высоким давлением лежала на кровати не в силах пошевелиться. Спасатели оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Сейчас жизнь пострадавшая вне опасности. Бабуля, здрасте. Здрасте. Все нормально? Ой, спасибо. Да не за что.